так доброе утро всем дорогие друзья все начинаем 142 урок по книге мишлей по притчам серия соломона ждем сейчас все собираются всем шалом ботер то good morning значит доброго ранга доброго и так значит то всем еще раз всем шалом привет максим перенчук тони кауфман смотрит нас отлично все светлана шумова всем шалом привет яков шатадин все hello привет да лора музыковская авраам израиль колотов да привет роза халилова всем доброе утро сочи с вами все если сочи с нами мы начинаем генетиченка михаил ткач все значит мы начинаем значит сегодня у нас 14 отрывок 14 отрывок потом в том году в том году в прошлом уроке мы закончили что если жена которая пилит значит она как вода которая капает с потолка и и опять переходит сайт соломон посмотрите он как переходит все время с одного вопроса на другой но они все взаимосвязаны вот то было про жену например про сына это то что для человека очень важно его семейные взаимоотношения и его взаимоотношения с другими людьми особенно с близкими с родственниками это то что а чего зависит во многом его ощущение счастья дачек очень связан со своими родственниками теперь и они могут но как сообщающиеся сосуды да то есть если у чека там его жена пилит например ему плохо если он ну там понятно да то есть вот эти вот семейные взаимоотношения они очень сильно влияют на эмоциональное состояние и вторая часть которая влияет на эмоциональное состояние человека на его как бы счастье в жизни это в четырнадцатом отрывке мы сейчас подошли значит написано так байт вагон значит дом и имущество на халата вот это наследство от отцов ум и ашем и от бога и шама скелет и от бога жена маскелет которая такая вот которая умная жена до умная разумная жена значит тут нам передается следующая идея что значит от бога о вернее от отцов идет дом и имущество тут непонятно вот смотрите например самый богатый человек в мире за всю историю так считается да это было рокфеллер рокфеллер он был сыном алкоголика преступника который бросил там семью и ушел из дома на то же он был такой теперь но рокфеллер несмотря на это не рак карнели был по после рафида ракфеллер у него мама был алкоголик который бросил семью и так он был на полу преступник до такой но аферист грубо говоря а мама зато была очень религиозная очень религиозная мама была и сам рокфеллер он был очень религиозный читал псалмы в общем работал и стал он значит рокфеллером первым в истории человечества миллиардером в долларах значит но опять же это не противоречит тому что здесь написано что от отцов идет дом и имущество то есть отец его заложил его даже будучи алкоголиком аферистом он него заложил не те качества ума которые плюс качество мамы религиозность там и ну системность вместе они создали микс который позволил рокфеллеру стать богатым значит у каждого из нас идет от отцов идет вот это вот корневая система убеждений ценностей восприятия себя мира там это все закладывается у человека в детском возрасте начиная с года и дальше до шести лет закладывается как бы вот это вот операционная система восприятия себя и мира и главные законы дальше накладываются на это главные законы как относиться к деньгам как относиться к людям как относиться ко всему гостям даже да вот почему абрама видно он сказал что жену и цкалку возьмите из моей семьи да почему потому что когда элезер его раб пришел пришел в эту местность так быть откуда он был родом то первым встретил его колодцы он спрашивает а вас можно переночевать и она сразу рифка да конечно заходи все и этих на корме верблюда все сама напоила его верблюда то есть гостеприимство вот это вот качество гостеприимства откуда она это взяла из дома то есть она была маленькая тогда куда бы она ребенок мог бы это взять понятно да идея теперь значит вот эта корневая система идет из дома но дальше человек приходит возраст когда ему уже 20 лет ну например плюс минус 20 лет и дальше от бога жена разумная и тут от жены разумной зависит сохранит он это или не сохранит то есть дальше идет уже как бы вот это вот корневая система а дальше человек все равно же у него есть свобода выбора и он ее каким-то образом интерпретирует обрабатывает принимает решения кто-то действует больше кто-то действует меньше в рамках этой своей системы убеждений но в какой-то момент бах жена жена это уже от бога то есть бог человеку дает именно уже то что ему положено не то что ему пошло от родителей корнями генетика да а это то что он сам заслужил своим поведением своими какими-то действиями восприятиями и так далее и если ему попалась жена умная так как написано в мишле что умная жена свой дом строит а грешная жена плохая жена она своими руками дом разрушает то есть дальше уже какая попадется жена это уже ну это влияние она может равноценно даже или даже больше чем то влияние которое которое положили на него родители то есть это очень важно какую-то выбирая жену и дальше в конце царь сломан как раз об этом говорит эшет хайл миемса кто найдет очень доблестную жену рахок ми бнини михра то есть и это ее цена больше чем любые драгоценности мим так смотри мяшем бог тебе дает то что тебе положено исходя из того каким ты стал каким ты стал то есть понятно и еще здесь есть одна мысль сейчас у меня была сейчас секундочку эшет хайл миемса значит и от бога вот это вот жена и потом они соединяются станут одной плотью очень выскочил меня когда промелькнула одна мысль я не успела поймать пролетела к это хорошая на эту тему на забыл и понятно в общем жена к попадется дальше уже они вместе создают там какую-то вещь теперь дальше дальше нам переходят на вообще на модели поведения то есть опять же вот а почему человеку одному такая жена попадется другому другая жена ну откуда это как бог решает на базе каких параметров а мысль которая у меня промелькнула и улетела сейчас опять она вернулась до прилетела что царь салабон мудрейший из людей он почему стал мудрейшим из людей вообще как он стал царем у него была мама батшева и когда царь давид уже был старый и пришел пророк натан к его маме и говорит вот а дания у он сейчас себя объявляет ну там один другой сын царя давида у другой жены он себя уже объявлял царем и он уже шел там всех собрал то есть он уже там год-два готовил что вот царь давид умрет и он станет царем адания и пришла батшева и говорит царю давиду смотри говорит ты же поклялся мне что мой сын будет царем а вот адания учас он сейчас себя там собрал всех людей а не пригласил моего сына шлома не пригласил там нескольких из близких царя давида там ну министр там и так далее несколько людей он не пригласил и если бы он стал царем он бы царя шлома убил теперь благодаря маме своей батшеве и царь давид тогда говорит давака и при жизни короновал царя шлома объявила своим наследником да то есть это было именно благодаря умной жене то есть у царя шлома была батшева умная жена которая из-за нее ее сын шлома стал царем понятно да то есть очень важно какая жена будет у человека теперь а а сейчас мы переходим 15 отрывок какие качества человека влияют на то чтобы у него была хорошая жена хорошая работа хорошее здоровье там ну и так далее 15 отрывок от сла топиль тардыма значит лень она на человека топиль это как она на него сверху так сбрасывает дрему значит лень сбрасывает на человека дрему в нф и шеремия а бывает душа обманная она будет голодать она будет голодать что за что это значит нам приводится две модели неправильного поведения есть неправильное поведение это от сла это лень много уже царь соломон говорил о лени в притчах мишли но принцип лени такой что когда человек он минимизирует своих движениях там написано чуть полюсидеть чуть-чуть полежать чуть-чуть там отдохнуть и и значит ленина на тебя перешла и накрыла то есть если лень она на человека набрасывает дрему то есть человек начинает лениться и начинает дремать как это преодолеть обратный обратный путь больше движений больше спорта все время преодолевать вот эту внутреннюю корову меня сейчас есть на ютюбе я начал новый проект как раз в этом году называется победитель лени и вот это я возьму отсюда и этот отрывок я возьму что лень на человека набрасывает набрасывать на человека что дрему и он весь такой задремавший до задремавший он вся жизнь его проходит такой вот дреме у меня победители не есть видео уже четыре или пять видео уже есть на youtube канале а вообще я дописываю сейчас книгу 20 способов 20 инструментов победителей то есть лень это враг прям нам показывается это притча царь самому нам говоришь лень это враг и надо ее победить теперь дальше дальше но хотя бы он этот ленивый человек он он сидит себе и тупит просто просто тупит понятное дело что никакая доблестная жена себе такого вот ленивого не хочет да то есть если нужна человеку хорошая жена он должен он должен быть такой активный такой живчик все там стал сделал тут бы там дрова поколол дверь смазал значит ночью он должен в движении мы до если он хочет хорошую жену все время теперь но в каком движении вторая половина 15 отрывка она такая в нфш раме я тарев есть душа раме я раме я это от слова рамой обман и тот обманывает значит вот человек он активный активный такой живчик и он хочет заработать то есть понятное дело что женщины и мужчины все хотят чтобы у них было было какой-то ну дом там достаток чтобы был достаток теперь на этот достаток каким путем можно взять можно его взять учеба плюс работа учеба плюс работа учеба плюс работа честным путем когда ты честным путем двигаешься и в итоге у У тебя может прийти достаток, то есть есть отдельно там в Торе, как правильно, честно заработать деньги, как стать богатым, даже тоже есть об этом в Торе. И, кстати, работает, работает, когда-то у меня была тоже идея написать об этом книгу, именно «Богатство по Торе». И я просил, был один парень, который, ну вот он сидел, учил, только учил Тору, да, и он только учил Тору, и я его попросил, ну такой Аврех он был, да, я его попросил найти мне, как раз подготовить материал из Торы на тему, как по Торе стать богатым. И он собрал этот материал, я книжку эту не написал тогда, но прошло несколько лет, он сейчас, слава Богу, разбогател, то есть у него бизнес огромный, там все, да, в Канаде. То есть вот так вот он был Аврех такой, учился в Яшиве, никакого кроме Яшивы образования, учился в Яшиве, потом преподавал Тору, потом из Торы вытащил все, что в Торе по деньгам, и сейчас очень богатый человек, живет в Канаде. То есть не просто богатый, очень богатый, у него компания такая, все, слава Богу, чтобы в это самое. Теперь, значит, так что нам здесь сказано? Но это он пошел честным путем. А есть Ромай, который, он активный такой, но он хочет обмануть, он хочет деньги получить обманным путем. И что здесь написано? Будет голодать, Ира, будет голодать. То есть он, у него много вожделений, он много хочет, но если он действует обманным путем, рано или поздно все, что идет обманным путем, ломается. Факт ломается. У меня вот, например, вчера было тоже одно доказательство, у меня есть один знакомый, еврей, который очень хороший парень, но не религиозный вообще. И он не религиозный, в плане он не просто хороший, он добрый, хороший, но он какие-то восточные философии, там какие-то такие, но он очень далек от иудаизма, ну вообще далек. Именно из-за того, что он очень хороший, добрый, там веган, ну то есть делает все очень много доброго, его как бы, ну вторую его никак-то не, ну он говорит, а я и так у меня все хорошо, я медитирую, я людям помогаю. Ну то есть такое добро, но именно в восточном таком формате, вот именно близко к буддизму. И у него огромный был бизнес, огромный бизнес, который казалось, и мы с ним часто встречались, ну периодически встречались, и он все время мне говорил, что там все, можно расти безгранично, там все, ну то есть как-то у него была очень философия такая, роста, развития, все. И, ну он работал по шаббатам, он, ну то есть для него шаббат, ну не шаббат, вообще все. И он, значит, у него было вот как раз одно из таких, ну значительных мероприятий, которое должно было вывести его вообще там на новый уровень. Он был мультимиллионер уже, да, причем вот так за несколько лет прям вырос, вырос. И он как раз в шаббат его делал, в шаббат. И с этого мероприятия у него вдруг, он мне там вчера звонил, говорит, я не понимаю, что произошло, говорит, это просто, ну не как бы логическим языком невозможно это объяснить. Что все, что у меня работало на протяжении последних нескольких лет, вдруг работать перестало. Вот конкретно вдруг все, и он говорит, я не знаю, он в шоке в таком, да, он закрывает свою компанию, он не может людям платить зарплату. Он говорит, я не понимаю, что происходит, говорит, ну как, ну я не знаю даже сказать ему про шаббат или нет, ну не знаю, то есть может быть и сказать, ну я должен подумать, да, сказать, не сказать. Но конкретно вот такие истории, что иногда человек, он активно двигается, а у него не получается. А почему у него не получается, а он не туда двигается. То есть он идет, совершенно двигается не в том направлении. Активно, сильно, но у него не получается. А другой сидит на месте и спит, у него тоже не получается. То есть, ну у того, который сидит на месте и спит, у него и не получится. Понятно, да? У него шансов нет. Тот, который активно двигается, если он двигается обманным путем, будет голодать. Так здесь написано. Теперь дальше. 16 отрывок 19 главы. Шумер митцва. Тот, кто сохраняет заповедь. То есть тот, кто шумер митцва, вот он взял митцву и делает ее. Шумер навшо. Он сохраняет свою душу. То есть он этим самым, тем, что он сохраняет заповедь, он сохраняет свою душу. Бузе, Драхав, Ямут. Значит, тот, кто пренебрегает путями Торы, умрет. Вообще умрет. Ну, смотрите, здесь разные комментаторы. Кто-то говорит, что умрет раньше срока. Кто-то говорит, что умрет духовно. То есть он духовно будет мертвый. Говорят, что злодеи даже при жизни, они называются мертвыми. А праведники, они после смерти, они живые. То есть, ну, живой это духовная жизнь. Это не в плане там... В общем, смотрите. Это как бы простое, понятное объяснение. Все в этом мире иллюзия. Все в этом мире иллюзия. Все в этом мире не схватишься. Люди гоняются за миражами. Для чего? Для того, чтобы поймав эти миражи, опять гнаться за другими миражами. У тебя сегодня, значит, тоже одна вещь, которую я... Вроде бы есть другой парень. Он не еврей. И он мультимиллионер вообще. У него там 30 или 40 миллионов долларов. То есть богатый. И он, значит, говорит все. Говорит, я телевизор не смотрю, новости не смотрю. Отключил себя полностью от всех информационных потоков, потому что все главное же это мышление. И я убрал полностью. Убрал полностью. Не даю никому заходить себе в голову. Все эти новости, говорит, я 10 лет смотрел, и что, что я знал новости. Мне это чем-то помогло вообще ничем. То есть, ну, эти новости, это вообще, говорит, не новости. Это бред. Потому что, ну, в мире столько всего происходит, а нам выделяют какую-то гадость вообще, чисто чтобы зацепить мозги. Теперь соцсети. Он говорит, вы что думаете? Вы верите всем этим картинкам, что люди хорошо живут? Это, говорит, развивает комплекс неполноценности. Это реально... Оно тебе заставляет всегда чувствовать себя неполноценным. Не смотри, это неправда. То есть, люди, которые картинки красивые постят, что им там все супер хорошо, им нехорошо. И это правда, потому что как раз вот тот мой товарищ, о котором я первым рассказывал, что у которого сейчас крах, а картинки он постит, как ни в чем не бывало, да? То есть, вообще, на картинке посмотришь, все идеально, а по факту у него сейчас очень все сложно. Значит, он говорит, поэтому я отключил соцсети. А что осталось? Работа. Я работаю, зато у меня теперь я целый день работаю, я действую целый день, я могу спокойно дальше колбасить. А куда дальше колбасить? Ну, к чему это все? Да? Для чего? Ну, будет не 50 миллионов, а 100 миллионов. И дальше что? Ну, то есть, опять же, ничего. Духовное развитие и человек, который развивается духовно, который внутри себя выстраивает вот эту вот чистую, светлую такую реальность, которая ему дает невероятное наслаждение и здесь, и там, и который выстроил свою жизнь очень грамотно, логично, рационально. У него очень все там, ну, там, проснулся, поработал, поучился. Ну, то есть, рационально у него в жизни много счастья, много удовольствия. У него есть духовное развитие, такое удовольствие, которое просто в себе даже представить не можно, невозможно, ну, ни в какой другой сфере. Он себя живет правильно, выстраивает, он независимый ни от кого, от других людей. То есть, он не завидует никому, никто им не управляет. И он живет себе в таком этом домике, счастлив то, что мы говорим. Итак, дорогие друзья, все прервалось, сел телефон у меня. Ну, давайте на этом закончим. То есть, что нам понятно? Что нам понятно, что лень – это страшно, надо с ней бороться. Второе, то, что нам понятно, это то, что жену надо хорошую искать. И третье, что нам понятно, что просто действия активные, они хороши, но они не помогают. Нужны действия по правильной системе, по торе, по заповедям. То есть, именно нужны действия по четкой, выстроенной, правильной системе. И только они приносят человеку счастье, здоровье, удачу, успех в перспективе краткосрочной, то есть, в рамках этой жизни и в перспективе долгосрочной. Это в рамках хорошего, прекрасного дня, удачи, действовать, работать, учиться. И, значит, с Божьей помощью все будет великолепно. Да, вот сел телефон, значит, все, Алекс, поделка, шалом. Вот такие сделали мы выводы. То есть, опять же, можно пересмотреть. У нас, слава богу, есть хорошие, вот видите, все старые уже главы, надо повторять. То есть, тот, кто учится и не повторяет, похоже на того, кто сеет и не убирает урожай, не собирает урожай. Поэтому давайте сейчас, если есть еще пять минут, просто повторите, прочитайте. Как обогатиться, спрашивает здравослание. Есть, значит, есть, есть, как сказать, несколько советов, да, таких, которые конкретно именно на эту тему. Один я сейчас скажу, давайте один, чтобы не перебарщивать. Значит, есть очень хороший совет, Тория. Написано так, что Старайся, старайся, значит, быть человеком, которому сейчас везет. Вот есть люди, которым прет. Теперь, в наше время это очень просто сделать, потому что, например, кому сейчас в мире больше всего прет? Джеффу Безосу. Если ты присоединяйся, покупаешь акцию Амазон, ему прет. Ты, значит, с ним сел, как бы, в одну лодочку. Потом, значит, поперло, например, там, я не знаю, Тесла, да? Ты купил кусочек у этого самого, Илон Маска, кусочек ты от Джеффа Безоса. То есть ты можешь присоединиться к людям, которым прет, это если посмотреть глобально. А если посмотреть, а если посмотреть частично в нашем окружении, то ищите людей, которым сейчас, которые сейчас вот именно, они в хорошей форме, их прет. Но обязательно помните, что если это злодей, то это может быть шаам, мисахэ, кратло. Это может быть очень краткосрочно. Поэтому ищите таких людей, которые в долгосрочной перспективе очень-очень правильно двигаются по жизни. Все. Удачи. У всех. В этом один совет вас богатеть. Пока. 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 Вот что он подвисал. Да? Да. Субтитры сделал DimaTorzok